Приветствую вас! И вы знаете, я прочитал ваше письмо, и если честно, у меня складывается впечатление, что вы очень не уверен в себе человек, который ставит крест на самом себе только потому, что достиг определенной возрастной планки. На самом деле, это очень ошибочная позиция, очень ошибочное мнение, потому что если вы следите за собой, если вы любите себя, если вы уважаете себя, цените, то вы и в 40, и в 50 лет будете выглядеть прекрасно. Главное, чтобы вы жили так, как вам того хочется. На самом деле, гордость хороша тогда, когда она не позволяет стапкивать вас в грязь. Если человек относится к вам неуважительно, но в силу своих особенностей личных, вот такой он человек, то есть его поведение к вам, его отношение к вам не является именно персональным, а только лишь проявлением характера человека. Не думайте, что гордость здесь сыграет вам хорошую услугу. Наоборот, пройдя на поводу угодности, вы, по сути дела, навредите себе. Но если человек относится именно к вам плохо, именно к вам неуважительно, и именно вас он по какой-то причине считает ниже себя, то здесь можно говорить о том, что эти два года станут для вас критичными. За эти два года вы привыкнете к тому, что вас вытирают ноги. За эти два года вы привыкнете к тому, что к вам относится неуважительно. И после уже не сможете по-другому себя позиционировать. После уже не сможете выстраивать свои отношения по-другому, потому что привыкнете. И в этом случае, я думаю, что важнее то, как вы себя чувствуете, то, как вы себя осознаете. Говоря о том, как вам поступить, мне бы все-таки хотелось, чтобы решение приняли вы сами. И если вы говорите, что знакомств у вас не будет, и в ближайшие два года вы будете одна, то давайте спросим себя так. А мужчина эти два года тоже будет без вас? В смысле, вот если вы с ним расстанетесь, он тоже будет один без шекса, без внимания женщин и так далее? Если да, то ситуация как бы равная с вашей, и на такие отношения можно согласиться. Но только в том случае, если вы расстанетесь все точно от их. Если вы скажете ему, что вы терпите его, потому что он такой один, а вам нужен секс, и он терпит вас, потому что вы одна, и ему тоже нужен секс. Но если у него ситуация не такая, если он находится в более выгодном положении, чем вы, и у него есть выбор, тогда это положение вас унижает. И за эти два года вы привыкнете к тому, что положение вашего партнера, позиция вашего партнера, как бы заранее выгоднее, чем ваш. Вы привыкнете быть в более прогрессном положении, и это для вас опять-таки минус. Понимаете, в чем дело? Можно сколько угодно говорить о любви к себе. Можно сколько угодно говорить о том, насколько неважен секс, насколько важно стремление к идеалам, к прекрасным и так далее. Но в итоге выбор все равно сделайте вы сам. Знаете, если вы послушаете кого-то из нас, это будет неправильно, потому что каждый из нас судит со своих сущих зрения. Вот, например, коллега Артур говорит вам, что секс – это не главное, а Мария Протасова, наоборот, говорит, что секс – это главное. И кого вы послушаете из них? Марию или Артура? Не думаю, что и тот, и тот правы по отношению к вам, а не правы по отношению к себе, может быть, но не к вам. И это основная проблема. То, что мы можем сделать – это раскрыть некоторые аспекты ситуации, в которой вы оказались. То, что мы можем сделать – это показать вам эту ситуацию под другим углом, чтобы вы лучше ее понимали, чтобы вы лучше видели ее, чтобы больше информации было на вас, чтобы вы владели большим количеством переменных, которые помогли бы вам принять наиболее верное решение. Но даже в этом случае, оказавшись, оказавшись после этой ситуации, пройдя ее и оглядываясь назад, вы будете все равно, я уверен, жилеть. Потому что уже сейчас вы сомневаетесь в себе. Уже сейчас вы не уверены в себе. Уже сейчас вы считаете, что ваша жизнь может пройти зря. И в этом основная проблема. Почему вы не уверены в себе? Почему вы сомневаетесь в себе? Почему вы склонны ставить на себе крест? Почему вы считаете, что ваша жизнь закончится, если вы, например, два года проживаете без мыши или без секса? Почему вы считаете, например, что именно в 35 лет вы уже будете никому не нужны. А сейчас нужны. На самом деле, а вы сейчас уже, подпустив к себе человека, который неуважительно к вам относится, по сути дела снизили планку. То есть вы как будто бы цепляете за него как за последний шанс. Он вам нужен как источник, как средство для достижения своих желаний, для удовлетворения своих потребностей. И, с одной стороны, вы можете использовать его для этого, то есть чисто для секса, эмоционально никак не вовлекаясь в отношения с ним. Но, с другой стороны, вы можете спросить себя, а почему так? Почему я соглашаюсь на мужчину, который может мне дать столько лишь то, что я хочу? Кстати, в конце концов, желание можно удовлетворить и другим способом, без мужчины, если уж на то пошло. Но почему я заранее принижаю себя? Почему я не ценю себя? Почему я сама допускаю, что именно в определенном возрасте у меня начнутся проблемы? Вообще говоря, 33 года – это возраст, когда человек достигает пика. Вот пик его, как бы сказать, наибольшего развития. После этого возраста, да, начинают клетки стареть. Но какие это клетки? Это на мельчайшем-мельчайшем уровне. Человек до 50 лет еще может вести совершенно активный, нормальный образ жизни, если поддерживать себя в достаточной форме. А если не поддерживать форму, то и в 30, и в 25 лет можно быть разваленной, сходической, с лишним весом и прочее. Очень важно, как вы соблюдаете дисциплину своего тела. Как вы поддерживаете институцию своего тела. Как вы относитесь к себе. Одно могу сказать, что вы не очень-то сильно себя любите. Вы боитесь остаться одна. Вы цепляетесь за то, что есть сейчас. Но в вашем письме нет достаточной уверенности в себе, нет любви к себе. А до тех пор, пока нет любви к себе, пока вы боитесь остаться одна, пока вы движены страхом, люди, в том числе и мужчина, это чувствуют. И чувствуя это, они естественно этим пользуются. Они естественно чувствуют, что вы жертва. А жертва всегда будет унижаться. Поэтому до тех пор, пока вы не будете себя любить, пока вы не будете считать, что вы достойны лучшего в любом возрасте 33, 35, 43, 45 и даже 50, у вас вряд ли получится что-то хорошее. Тем не менее, опять-таки, если вы настроены на решение определенной ситуации, если вы настроены на определенный выход из своей ситуации, то я думаю, что вы его осуществите. А вопрос вы знаете, чтобы найти подтверждение своему решению. Так вот, вам как минимум два человека дали абсолютно диаметральное решение вашей проблемы. И кому из вас, точнее, кому из них про собращение поверить решат вам? Я же считаю, что прежде чем понимать такое решение, необходимо добраться в себе, понять, почему вы так к себе относитесь, учиться себя любить, больше верить в себя, устанавливать личные границы, защищать свои интересы, нести за себя ответственность полностью и здесь и сейчас начинать деятельность по достижению своих интересов, своих желаний. И если ваше желание – секс, если вы считаете его важным в вашей жизни, если вы без него не можете, ну, такой вот у вас организм, то ничего страшного, а оставайтесь мужчиной ради него. Но именно только лишь ради него. При первой же возможности вы от этого человека избавитесь. Воспринимать человека как средство можно и нужно. Но имейте в виду, когда вы воспринимаете человека так, ни о каком эмоциональном вовлечении с ним не может быть и речи. Нельзя испытывать эмоциональную какую-то тягу, эмоциональную зависимость от человека, которого вы воспринимаете как средство и который вас, судя по всему, воспринимает так же. И никому никогда нельзя позволять иметь более выгодное положение, чем ваше. А если вы в таком положении оказались, то нужно преанализировать, почему вы в нём оказались и приложить свои усилия для того, чтобы никогда больше в нём не оказываться. Я думаю, что такой будет мой ответ на ваш вопрос. Я надеюсь, помог вам. А если какие-то вопросы у вас ещё остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо. 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 Спасибо.